О дне победы Азербайджана в 44-дневной войне поговорим с Михаилом Финкелем, израильским экспертом в области международных отношений. Он сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, спасибо, что уделили нам время. Здравствуйте и с днем Великой Победы весь азербайджанский народ. Большое спасибо. И так хотелось бы отметить, что Израиль в числе тех стран, которые оказали поддержку Азербайджану в ходе 44-дневной войны, мы уже становились свидетелями того, как наши народы сплотились в период Второй мировой войны перед лицом врага. Почему так важно помнить о прошлом? Важно помнить о прошлом, и прошлому этому, наверное, уже 1200 лет, как я много раз говорил, еще с времен хана Булана, Великой Хазарии, мы объединились, наши народы, еврейский народ и азербайджанский народ. Ваша благословенная земля, где не было ни одного погрома. Ваш гостеприимный народ, который был обокран соседом, коварным и подлым. 20% вашей территории было под оккупацией. Как нацисты, они сожгли там все. Так делал Гиммлер, когда нацисты отступали, они все уничтожали. И вот вы вернули земли отцов. И Израиль был с вами все это время. Мы посылали оружие, мы помогали, мы советовали. На нас оказывалось колоссальное давление. Со стороны Армении, со стороны Франции, со стороны других стран. Нам звонили, нам угрожали, нам говорили всякие гадости. Мы игнорировали это все. Мы были с вами бок о бок. Мы были и будем. Я хочу подчеркнуть, что опасности, к сожалению, не ушли. Будущее не безоблачно. Мы будем с вами всегда. И мне мало вот этого термина «стратегический союзник». Мы не просто «стратегический союзник». Мы братья. И мы гордимся этим. И мы празднуем этот день вместе с вами. Я хочу упомянуть души погибших шахидов любой национальности, которые отдали свои души. Пусть души их пребывают в раю. Это день и великой радости, и великой грусти, и печали. Надо вспомнить их. И хочу пожелать мира, благословения, процветания вашему народу. Хочу в особенности поздравить вашего президента, потому что это была его победа. И не только на поле боя. Не только потому, что он создал самую современную армию. Но и на поле дипломатии. А это была сильнейшая и колоссальнейшая победа. Все было очень сложно. И еще, наверное, ни одно поколение не будет точно знать, какая сложная была эта шахматная партия, и с каким трудом удалось ее выиграть. Большое спасибо за добрые слова. Хотелось бы поговорить и о сегодняшней ситуации. Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории. По вашему мнению, благодаря чему удалось этого достичь? И о какой кооперации между Азербайджаном и Израилем в этом вопросе может идти речь? Ну, вернулся народ-хозяин. Это сразу видно. Видна рука того, кто владелец земли. Потому что он созидает и строит этот народ, азербайджанский народ. Он не разрушает, как варвар. Конечно же, я сейчас вижу, будет большая кооперация в области сельского хозяйства. Мы готовы дать все наши технологии, вместе копировать, создавать новые рабочие места, вместе делать бизнес, вместе делить прибыль. Возможно, кооперация в области фармацевтики. Возможно, строить там здравницы, учитывая уникальный климат. Больницы. Лечить людей. Чтобы не нужно было гражданам Азербайджана куда-то ехать и надеяться, что где-то там за рубежом, за кордоном искать спасение. Чтобы все это было на месте. Можно создавать очень-очень многое. И мы благодарны призыву вашего государства, что приоритетная очередь будет дана тем странам, которые поддержали Азербайджан. Потому что, вспомним, почти весь мир был переполнен азербайджанофобией, мерзость лилась из всех СМИ, предвзятость, ложь, обман в освещении этой войны. И поэтому те немногие страны, которые проявили себя порядочно, и среди них Израиль, чем я горжусь, они должны иметь приоритет в этом. И я уверен, что нас ждут очень-очень многие интересные события вместе. И я хотел бы, чтобы была усилена кооперация на академическом уровне, чтобы студенты, обмениваясь опытом, чтобы приезжали к нам в Израиль, чтобы наши приезжали к вам в Азербайджан и шли вперед. Потому что от образования, от грамотности будущих поколений зависит и будущая страна. Сегодня Азербайджан ведет активный подсчет ущерба, нанесенного Арменией в ходе 30-летней оккупации. Какую помощь может оказать Израиль Азербайджану в деле донесения правды и привлечения Еревана к ответственности, к международной правовой ответственности? Нужно брать пример с того, как Израиль вел себя с нацистской Германией, ну, после того, как она проиграла, как он привлекал к ответственности, в том числе материальной. И до сих пор это делает с помощью наших сильнейших адвокатов, причем как тех, которые находятся в Израиле, так и еврейских адвокатских контор, которые находятся в США. Ущерб и преступления, которые были совершены, не имеют срок и давности. Многие из них это преступления против человечности, потому что многие пленные еще даже не возвращены. Рабский труд, уничтожение святынь, осквернение, вандализм, преднамеренное нанесение материального ущерба в колоссальном размере. За все за это надо платить. Нужно подавать иски. Нужно брать лучших адвокатов. И они выбьют это из армянской стороны любым образом. Потому что адвокат, он работает не только на своего клиента, но и на себя, потому что он хочет заработать. Поэтому нужно идти этим путем. Мы, как Израиль, прошли этот путь. Мы получали и получаем репарационные выплаты. И мы хотим, чтобы азербайджанский народ, который так пострадал, получил тоже причитающиеся ему. Хотя, конечно же, утраченная жизнь, утраченное здоровье, разбитые святыни, их нельзя компенсировать никакими деньгами. Но все равно это делать надо. Большое спасибо. Я напомню, о дне победы Азербайджана мы говорили с Михаилом Финкелем, израильским экспертом в области международных отношений.